Добрый вечер! Информационным рефреаном ушедшего дня стал выход на повсеместную тропу войны судебных приставов, отныне откручивающих колеса с автомобилей должников. Достойная мера вполне шакальского калибра, характеризующая стервятнические порывы нашей власти. Недоимка гражданина еще не дотягивает до автомобиля цирковиком, но хотя бы колеса уже можно снять, магнитолку открутить. К тому же это просто приятно, что-нибудь такое с машиной человека снять. Это ведь очень важно, чтобы государство у нас не обеднело ни на рубль и получило свое. Никто не смеет таить долг, копить недоимку, всем виноватым полагается расплата. Тем более, что у нас кто-нибудь всегда перед государством обязательно виноват. В общем, казна остро нуждается в наших колесах, ну и хотя бы даже в магнитолах, можно даже в домкратах. А уже сегодня утром мы простили Кубе несколько миллиардов долларов. И вправду, зачем настаивать на оплате? Государство не обеднеет от такой дружбы, в частности с регентом полумертвого диктатора. Более того, мы Кубе самолетов подкинем, автомобилей, кое-что по мелочи. Вот как-то сразу хочется так вот вне графика получить урну для голосования и вот так вот аккуратненько излить свою волю. Ну вот просто захотелось. Но это было вчера. Сегодня пришло другое сообщение. Москва закупает на 99 миллионов рублей еще 200 комплексов видеофиксации наших парковочных нарушений под названием Паркон. Паркон это, если вы знаете, такая штука. Она смонтирована на машине, в данном случае на Hyundai Solaris, катается вдоль тротуара. По алгоритму полагается прокатиться два раза. Первый, обратить внимание на то, что кто-то не там стоит, нарушает. А второй раз уже проехать и, наконец-то зафиксировав, выписать приятную штрафную квитанцию. Ну, там совсем немножко, несколько, может быть, тысяч рублей. Тоже, опять-таки, приятно. Вот закупка парконов и 99 миллионов рублей, которые будут потрачены из московского бюджета, они к чему? Насколько увеличение количества приборов видеофиксации повлияет на трафик в Москве, на загруженность или грамотное перераспределение транспортных потоков, в целом на положение вещей с нашей транспортно-дорожной сетью? А не на сколько? Это два совершенно не взаимосвязанных процесса. Это то же самое, вот покупка парконов и ожидание какого бы то ни было позитивного эффекта для нас, это то же самое, что попытка дождаться какого-то позитивного эффекта или влияния, например, на регулярность движения автобусов от урны, стоящей на автобусной остановке. Урна не для того, урна для сбора окурков, паркон не для того, паркон для сбора денег. Задача очень простая, нужно приблизить нас всех к Европе. А Европа она чем характеризуется? Нет, ну совершенно не высоким уровнем жизни, да ну что вы. Европа совершенно характеризуется не какими-то там высокими зарплатами, не социальными гарантиями, не какой бы то ни было там заботой государства о гражданах. Нет, Европа в первую очередь с точки зрения нашей власти характеризуется высокой стоимостью владения автомобилем. Там припарковаться дорого, там вообще в принципе обладать автомобилем дорого, там налоги, там бензин, там акциз, вот эта вся суровая ситуация, обрушивающаяся на европейца, она калькирована у нас и с определенными интерпретациями вступает в нашу жизнь. Паркон как раз для того, чтобы собирать деньги, и абсолютно не важно, что и вправду встать негде. Абсолютно не важно несуразность организации движения, абсолютно не важно, есть или нет какие бы то ни было порывы государства и московской власти конкретно по улучшению этой ситуации, по изменению этой ситуации. Вот это никого не волнует. Парконы покупаются для того, чтобы в казне были деньги, потому что не хватает, то знаете, всякие стройки века, там то Ленинградку мы не можем закончить, то еще какие-нибудь, например, хорды и прочие бесфетофорные движения, которые строить просто нельзя. Вот вообще нельзя. Вот недопустимо в нашем городе позволять нынешней власти вторгаться в строительство дорог, в реконструкцию дорог. Просто недопустимо. Это то же самое, как подпустить к операционному столу пресловутую кухарку, до этого пытавшуюся управлять государством. Но нельзя этого делать, потому что для проведения хирургического вмешательства в организм человека нужна квалификация. Ну, желательно при этом еще совесть иметь, золотые руки и какой-то опыт. Но иногда хотя бы просто диплом и дебютировать, например, в этой теме хирургической. У нас сейчас в Москве происходит мощнейшее, даже не хирургическое, а топорное вторжение в уличную дорожную сеть. Естественно, по заявкам трудящихся, о мерах по дальнейшему улучшения, потому что мы очень хотим, очень просим. Нам очень нужны вылетные магистрали, ведущие в центр и из центра, при том, что 58% московского трафика не направлены ни в центр, ни из центра. 58% московского трафика направлены из микрорайона в микрорайон. Нам нужно проехать на соседнюю улицу, нам нужно проехать на другой берег какого-нибудь шоссе. А у нас это не получится, у нас это не получается сейчас, у нас это не получится впредь, потому что Москва разрубается на бетонированные сектора вот этими самыми хордами, вот этими самыми вылетными магистралями, которые нужны не нам, они нужны им, чтобы они могли доехать до центра. Мы-то в центр не едем. У нас только 30% московского трафика направлено в центр. 12% московского трафика ежедневного направлены за пределом КАД. То есть вот для того, чтобы они могли туда приехать, они отсюда могли выехать, они на наши деньги строят себе дороги, бессветофорные. А мы в результате получаем ситуацию, которая уже сейчас есть на Ленинградке, потом будет на Ленинском проспекте, она будет на Профсоюзной, она будет на Варшавке. Попробуйте на Варшавке из Бирюлёва переехать в Чертаново. Да попробуйте. По какой-нибудь Рассашанской улице на улицу Янгеля. Сколько вы там будете стоять, особенно если вы едете в сторону именно с Янгеля на Рассашанскую? Да попробуйте это сделать. Да не получится у вас это. Не получится в принципе, потому что там идет реконструкция, и там уже поставили несколько дополнительных светофоров, которые парализовали движение в принципе. Вот именно ради этого реконструкция. Поэтому вот вы потыкались здесь, потыкались там, а потом вы плюнули, поставили машину, и подъехал паркон, и этот паркон выписал вам квитанцию, потому что встали вы не там, и вообще вы не должны были здесь быть, и вообще в принципе давайте-ка вы на нашем муниципальном транспорте, главное достижение которого это наличие ГЛОНАССа. Автобус стал комфортабельнее и лучше, именно потому что туда наконец-то инсталлировали ГЛОНАСС. Кстати, ГЛОНАСС инсталлировали в трамвае, чтобы они знали, на какую развязку им повернуть, и где будет пробка ждать их, а заодно и в троллейбусы. Вот парконы, они должны быть обеспечены работой. Парконы должны свои 99 миллионов как-то отбивать. И что для этого будет? И для этого будет у нас законодательные изменения в пользу паркона. Вы обратили внимание, какая была атака на нас произведена, когда вдруг просочился проект московского закона о том, как нам нельзя стряхивать снег с автомобилей во дворах. Ну там в песочницах нельзя нам кататься на машинах, что, кстати, естественно, я до сих пор не видел людей, которые катаются по песочницам. Ну я не видел, просто мне не повезло. Знаете, как коренному москвичу мне в принципе не везет. Я знаю другую Москву. Я не лимитчик, я не начинал свою биографию в деревне, я никогда не был парторгом никакого предприятия в Тюмени, поэтому я знаю другую Москву. Моя Москва не совпадает с той Москвой, которая нарисована на письменных столах людей, принимающих решения. Так вот, мы ведь отбили с вами эту атаку. Пресса подняла волну, пресса сразу заголосила, и товарищ Собянин нам сказал, ну вы меня не так поняли. Я же вам по-русски говорил, что мы же будем штрафовать тех, кто стряхивает снег с автомобилей. А вы как нас поняли? А вы подумали, что мы будем штрафовать тех, кто стряхивает снег с автомобилей. Да вы не так поняли. Я же вам по-русски объяснял. Это же касается автомобилей, которые стряхивают снег в неположенных местах. А потом добавил, после того, как наконец понял, о чем заговорил, что это про грузовики. Вот грузовикам нельзя стряхивать снег, а легковым машинам, ну так уж и быть можно. Причем это вне отведенных мест. А представляете, как выглядит дорожный знак, на котором написано? Место для стряхивания снега с транспортных средств, грузоподъемностью свыше 8 тонн или 12 тонн. Вот когда Лужков, например, занимался бизнесом по омовению наших автомобилей, у нас сразу возник закон, запрещающий мне лично мыть машину у себя во дворе. То есть мне специально отведенного места. Этому закону уже 12 лет. Покажите мне в Москве хотя бы одно место, на котором написано, что оно предназначено для того, чтобы я там мыл машину сам. Где у нас хоть одно на весь город разрешенное место для самостоятельной мойки машины? Такого нет. Вот мы с вами отбили эту атаку, но сейчас законодатель московский, он же озабочен не нашими с вами интересами, он озабочен казной. И законодатель знает, что 99 миллионов было брошено на парконы, на 200 парконов, которые обязаны быть обеспечены работой. Поэтому законодательство должно измениться с таким уклоном, чтобы виноватых было больше, чтобы паркон все больше и больше отрабатывал денег. А для этого в том числе нужно будет расширить ареал обитания паркона. Вот сейчас он катается по магистралям, где водятся начальники, могущие проверить, как там мои парконы, как там ездят мои 99 миллионов. Хорошо ли они отрабатывают эти деньги? Да, хорошо, смотрите, вот они катаются здесь. А законодатель следующим этапом опять попытается заехать к нам во дворы. У нас уже сколько лет, еще Слушкова пытается сделать платную парковку возле подъезда, поставить шлагбаумы. Помните, как год тому назад Собянин щедро раздавал по заявкам страждущих шлагбаумы? Угол, да пожалуйста, любой двор, вот вы только скажите, что вы хотите, и мы его сразу поставим. И некоторые бабушки с дедушками заголосили, да, конечно, даешь, а то тут уже нас эти вот из соседнего офиса уже утомили, скорая помощь проехать не может, поставьте наш шлагбаум, им поставили. А потом пришел дядя Вася такой зеленый и сказал, а кто будет платить за человека, нажимающего кнопку? Опа, а выяснилось, что шлагбаум бесплатный, а обслуживания нет. И как-то идея вдруг затухла. А как громко нам это все шикарно рассказывали. Так вот, парконы закупили, парконы закупили для того, чтобы он зарабатывал, поэтому ареал обитания неизбежно приведет парконы в наши дворы. Перерыв на новости. Телефон прямого эфира 6510996. Дмитрий у нас на линии. Здравствуйте, Дмитрий. О, это не только Дмитрий, это еще кто-то. А, здравствуйте, это Дмитрий. А чей там такой счастливый голос на заднем плане, восторженный, что его папа тоже дозвонился? Это ребенок, которого папа возит на Peugeot 308. Замечательный папа. Правильно делаешь, что возит на такой большой, удобной машине с хорошей подвеской и управляемостью. Я хотел... Подождите, Сергей Симанович, мне это Peugeot 308 досталось после... Спасибо, во-первых, что вы есть. Это к маме. Это к маме. Да, что вас нашел. У меня коротко вопрос. Достался Peugeot 308 после двух девушек, пробегом 62 тысячи. Сейчас на нем 8 тысяч. Что от него ждать? Он это пузатер, понятно. Но говорят, что автомат ненадежный и так далее. И я ничего подобного не заметил. Езжу доволен. Но вот в случае, что вроде как французы плохие и так далее. Ваше мнение, сколько они вообще живут? Есть в случае, что они даже 250 тысяч доживают. Дмитрий, найдите какой-нибудь сайт, посвященный вечности этого автомата и двигателя. Потому что пока вы находили только сайты, где встревоженные люди громко плакали. Те, кто громко плачет, почему-то обычно слышны. А те, кто тихо хвалит, не очень заметны. Да, автомат четырехступенчатый, архаичный. Он чрезвычайно неудачный по конструкции. Но вот не всем людям на роду написано обязательно поскользнуться на банановой корке и упасть. И в данном случае вот две девушки уже обкатали эту машину. Вы совершенно спокойно будете ездить на ней. Ничего такого не происходит. Единственное, что вот конкретно этот автомат, он требует прогрева. Особенно по зиме. Вы повернули ключ на старт, постояли какое-то время. На любой другой машине уже надо было давно ехать. А на этой чуть-чуть постоять, подождать, пока там оживет весь функционал. Пока там хоть что-то, наконец, температурно двинется в сторону плюса. И поехать. У вас мотор ведь наверняка не турбированный, обычный, 120 лошадей. Да, 120 лошадей, но я примерно с 10 минут, 2 минуты жду, но иногда 5. Но, видимо, этого все-таки маловато, надо больше, да? Знаете как, нет, достаточно. Вот эти 5 минут вы на самом деле греете не столько мотор, сколько греете коробку. Потому что мотору вот это абсолютно безразлично. Мотор чем быстрее получит нагрузку, тем быстрее выйдет на оптимальную температуру. А вот коробочке нужно немножечко подумать, размяться. Это вот как легкая гимнастика такая, да тапочка дотянуться с утра, потом еще из-под одеяла высунуться целиком. И уж только после этого вставать в полный свой красивый рост. Понятно. Скажите, Дмитрий, не бойтесь, не бойтесь свою машину. Перестаньте к ней относиться как к Жигулям. Она ровно в полночь не превратится в здоровенную тыкву. Она останется автомобилем. Понятно. Большое спасибо. Я просто на нее после девятки пересел, которая не заводилась даже в минус 10. У вас выросли крылья. У вас растет ребенок, и у вас уже есть крылья. А скажите, Дмитрий, вот вы бы Кубе сколько миллиардов бы простили нашему любимому команданту Фиделю, чтобы он был здоров 33 раза? Ну, я бы нисколько не прощал, но я же не такой богатый, как тех, кого мы не будем называть. Это у них все есть. А если своих ровных, так это... Мне никто не спешит мои кредиты прощать. Почему же я должен кому-то прощать чужие? Это же неправильно. Почему, когда я беру кредит в квартиру, мне ее банк не дарит? А Кубе несколько миллиардов. Это сколько недвижки можно построить? Сколько кредитов можно простить военным и так далее? А сколько еще самолетов мы им сейчас подгоним? Вот уже три в полете уже взмыли с наших аэродромов и несутся помогать кубинцам. Это большая политика, поэтому меня никто не спрашивает и не собирается в дальнейшем спрашивать. Но, Дмитрий, вообще-то в принципе в истории человечества бывали такие ситуации, когда спрашивали? Я могу сказать, Сергей Степанович, раз такая возможность, похвалить одну организацию, которая люди, граждане сами изменили общество и заставили государство работать. Это небольшая, можно сказать, реклама или как, есть такая организация по поиску детей, пропавших без вести. Лиза Алях называется. Про нее многие слышали? Так вот я реально видел, как эти люди, обычные граждане, никак хирурически не оформлены, заставляют работать государство. Это вот есть у нас сейчас пример, слава богу, в стране, когда просто простые люди заставляют работать госорганы. Вот просто, вопреки всему, это вот что радует? Люди уже плюют на любимое государство и говорят, извините, государство, давай работать. И оно начинает работать и меняется. Это вот у нас сейчас происходит, что и радует. Активная гражданская позиция многих граждан, к сожалению, к которой я не отношусь, я просто про людей видел, слышал, чуть-чуть смотрел со стороны, сам активного участия не принимал. Поэтому сейчас это происходит, это радует на самом деле. Но, Дмитрий, нам с вами ничего не мешает быть точно такими же, только для этого даже организацию не нужно создавать. Вы едете по дороге, вас некоррумпированный, прошедший переаттестацию, кристально честный полицейский останавливает и говорит, а вот там вот вы мне были должны, потому что что-то не так. И большинство людей что делает? Большинство людей не вынуждает вернуться товарища полицейского в правовое поле. Она коррумпирует его. А у нас с вами есть такая возможность взять его и заставить служить закону. И у вас это есть, и у меня эта возможность есть. Я, кстати, очень люблю это делать. Мне приятно, когда на четвертой минуте диалога со мной товарищ полицейский возвращается в правовое поле и начинает, виляя хвостиком, служить правовой системе и государству. Это очень приятно, если есть такая возможность. Но иногда сам потакаю этой коррумпированной системе. Но могу сказать со своей стороны, что благодаря специфической системе столкнулся с тем, что сотрудники ГАИ вместо того, чтобы бойкотировать исполнение глупых законов. Сейчас есть проблема с выделенками, но не очень любимая. Я каждый регулярно, ну, по мере необходимости нарушаю. И два раза, когда я сталкивался, меня ловили гаишники, я без всяких, кирзеток и так далее. Шел с людьми по-человечески. Но это же несправедливо, штраф 3000. Мне говорили, да, это действительно несправедливо. И вот у меня штраф оказывался 1000 рублей. Это так, как вы говорите, врут очевидцы. Этого не было никоим образом. Все было законно. Но вот такие случаи в практике бывают. Спасибо сознательным сотрудникам ГАИ, которые понимают, что выделенка это не есть хорошо. И таким образом идут навстречу, ну, как и овцы целые, и всем хорошо делают. Это вот тоже плюсы и минусы нашей действительности сейчас. Да, нет у них, пожалуй, в запасе и в качестве контраргумента заградотрядов НКВД. Тогда, конечно, либо овцы, либо волки немножечко бы пострадали. Олег, вы на связи с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите что-нибудь. Про Кубу, например. Вот вы бы сколько Кубе простили? Все деньги или как? Не знаю. Я на Кубе не был. Я тоже. Но от нашего государства все можно ждать. А вот когда у вас судебный пристав, например, ловит на дороге, начинает откручивать колеса и говорит, знаете, это мы Кубе можем простить. А вам, пожалуй, мы колесо-то левое заднее не простим. Государству копеечка нужна. Ну, вы же давно заключили, что руководители и граждане живут в разных странах. Да, у нас страны точно разные. По крайней мере, облака у нас в разных поясах находятся. Ну, а с другой стороны, Сергей, не всегда ли это в жизни так, да? Вы работаете в какой-нибудь компании, и бывает так, что ты приходишь на свою любимую работу, в свою любимую компанию. А люди, по-моему, тоже в других компаниях работают с тобой вместе рядом, сидящие. И, может быть, на другую компанию. Приходят некоторые домой, и там жена какая-то тоже вроде с тобой живет, а, по-моему, не с тобой. И так далее, и так везде ведь, правда? Нет, так не везде. Не соглашусь. Ну, такое случается? Бывает, знаете, очень многие в нашей стране живут с нелюбимыми людьми, ходят на нелюбимую работу и совершают нелюбимые дела. А потом, оглянувшись на свою жизнь, они смотрят и говорят, вот, моя жизнь не удалась. Но возникает вопрос, а почему? Кто виноват? Не спрашивая, что делать, а уж не сам ли. Я понимаю, когда там лет до 20-25 дети, например, как-то по поводу родителей кривят носа, говорят, мне не додали. Ну, там, не догладили по головке, не доел я шоколада, чего-то не получилось, то есть подпорка была та еще. Ну, предположим, что мы принимаем эту сентенцию. А дальше, во взрослой жизни, вот тебе, пожалуйста, милиционер, давать или не давать ему взятку, решаешь сам. А вот у тебя начальник, который тебя либо сгибает в бараний рог, либо нет. А вот здесь у тебя рядом стоит человек, который ругается матом, а ты либо молчишь, изучаешь свою обувь, либо аккуратно спрашиваешь, а, простите, это вы с кем так? Это на каком основании? А в качестве контраргумента вы, либо ему свое моральное серьезное превосходство, либо что? Либо лоб, по которому он с удовольствием отметит со своим кулаком. А что у нас с вами про автомобили, Олег? Сергей, вот я тут был в салоне представителя одного Skoda и смотрел Yeti для себя, да, то есть, ну, уже так приценивался, с жалом водил. А, значит, менеджер меня тут огорошил тем, что в Москву ездит, значит, Skoda Yeti на дизеле. Да, едет. ДСГ, 140 лошадиных сил. Ну, вопрос, что это за автомобиль, да, я слышал, что чешская сборка будет, а не горьковская, да, и как вы считаете, ну, насколько стоит подождать, потому что там минималка будет, ну, в районе миллиона, а то и выше потом уже будет, если рассматривать. Эта машина, ей нет куда взяться, чешская, потому что специально у нас машины Yeti обречены, к сожалению, на контрактную сборку на нашей территории. Это еще один способ как-то нагадить Skoda, чтобы Volkswagen, наконец, в продажах поднялся, потому что невыносимо, когда Skoda лучше Volkswagen по огромному количеству параметров. А вот этот дизелек у нее, кстати, он очень интересен тем, что это тот самый мотор, который существует в разных степенях форсировки, и в том числе в 177, например, лошадиных сил. Поэтому вы спокойно можете взять эту Yeti на DSG, 140 лошадиных сил, а потом найти умельца, не того, кто самозванец, а именно умельца. И чипануть этот мотор, например, как на Audi Q3 до 177 лошадиных сил. При этом расход топлива у вас не возрастает, а крылышки у вас, хвостовое оперение и колпак истребителя появляются точно совершенно. И становится интереснее, насчет того, что он будет чешской сборки, но только если первая машина демонстрационный образец, а дальше нет. Они специально у нас в Нижнем Новгороде собираются, чтобы нам всем с вами неповадно было. Это такая политика, спущенная сверху. Skoda, в принципе, обречена на вынужденное ухудшение, потому что непростительно, когда суббренд лучше, чем папа, и вообще краше и полезней. Перерыв на новости долгожданные, а потом, так уж и быть, еще раз поговорим про машинки. Телефон на Finam FM 6510996. Александр, это вы. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, такой вопрос. Стоит выбор. Купить Skoda Octavia 1.8 только на ручке, либо Opel Tour Sport, тоже 140 лошадей, и тоже на ручке. То есть Astro или Octavia? Да. А вот вы именно хотите Octavia хэтчбэк или комби? Нет, хэтчбэк. Хэтчбэк. А при этом Astro вы хотите Tourer? Да, да. Очень нравится. Это просто в силу эстетического превосходства? Да, да. Какая из двух красавиц при этом будет служить дольше? Ну, вот вопрос. Сейчас езжу на FAB 1.4, 8.6. Ну, в принципе, доволен. О, 1.4, 8.6. Это так... Ну и как эта машина? Сколько она у вас пробежала уже? Ну, вот ей еще трех лет нет, уже 80. И что за это время? Какие проблемы? Ну, единственная проблема была, ну, как всегда, это крупнозловая сборка каушская. Загорелся датчик. Тормозная жидкость убежала. Ух ты. Вот. Да, ну, ничего, я приехал, они сказали, говорят, ну, бывает, не докрутил. Докрутили, все нормально. Ага, вот так мы с вами узнаем постепенно по проблемам своего автомобиля, куда именно залез русский рабочий. Да, совершенно верно. Ну, хотя бы у нас на заводе Skoda в самом по работе, ну, мне там понравилось, там все аккуратно, чисто, и люди более-менее адекватно работают. Да, вот я тоже сколько был на подобных предприятиях, и на этом, в частности, мне очень понравилось, как они там, у них специально есть дрессировщики, они занимаются тем, что берут деревенских, учат их руки мыть, ботинки чистить, газеты читать. Там замечательно, там чисто, здорово, и действительно есть надежда, что все станет еще лучше. Вот, смотрите, какая штука, Алексей. Тут ведь два правильных автомобиля. И Octavia интересная, и Astra интересная. Astra новее и, что называется, более остро-модная. Octavia сейчас сходит со сцены. В принципе, поскольку для вас грузопассажирские возможности роли не играют, можете смело брать Astra. У нее там сзади не особо что влезет. Вы же ей в багажник заглянули, а там ничего такого выдающегося. Ну да, там пара чемоданов. Но на Astra у вас будет больше удовольствия вот на сегодняшний момент. И самое главное, вы покупаете новую машину, она остается новой. А Octavia через 12 дней станет старой. Потому что будет заявлена новая Octavia следующего поколения. Ее покажут на Женевском автосалоне. После этого все затаятся в ожидании. Ее начнут локализовывать у нас. И потихонечку учиться при помощи бензопилы Дружба и Болгарки созидать для внутреннего российского рынка. Так что купите Astra и спокойно наблюдайте за развитием событий. Если что, в семью Skoda вы всегда успеете еще вернуться. Там вас ждут. И к тому моменту уже научатся и Octavia собирать, и все остальное. Вячеслав. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Вопрос. Я владелец Volkswagen Charan. Ух ты, редкая машина. К сожалению, уже не новая. Стоит вопрос о замене. Скорее всего, это будет весной. А менять-то не на что, как всегда, Вячеслав. Да, вот в том-то стоит вопрос. На что вы рекомендуете, чтобы остаться довольным, как я сейчас. После вашей Charan очень тяжело, потому что к американцам вы на Journey не пойдете и будете абсолютно правы. А уходить куда-нибудь на Versus или, например, на Mazda 5, это тоже несколько стран. И к французам вы вряд ли пойдете. Хотя сейчас будет новый C4 Picasso, такой совершенно ультра-резкий в чертах своих, очень красивый. И в результате вы пойдете искать себе другой Charan, который на нашем рынке мелькнул, а потом булькнул. И вот, собственно, и все. Либо вы сделаете над собой усилие, продадите машину, будете полгода ходить пешком, страдать, а потом купите, уже не глядя на то, что она не является немцем, а французы или японцы, или корейцы. Я понял. А вот можно добавить к вопросу. А вот новый Charan планируется вообще вот так продаваться на нашем рынке или это исключено? Вот у них же сейчас вышел этот Charan, который, грубо говоря, рестайлинг, хотя они все говорят, что он на платформе Passat сделан. И все никак они не могут его. Они же у нас заявили его на рынке уже. Они сказали, вот он, новый Charan. А потом раз и молчок. И они начали нам вместо него пропихивать Caravello, объясняя, что Caravello лучше и вообще анда трясти и вообще шикарней. И вот так вот они мяться будут еще очень долго. Как долго они будут мяться, мы с вами не знаем. Может быть, в том моменту ваш Charan еще будет жив, и вы спокойно обниметесь следующим автомобилем. Бац! Вам пора продавать, а тут он пришел. Скажите, Вячеслав, а как вот насчет того, чтобы у вас за недоимки приставы на дороге колесо отвернули, а мы в этот момент Кубе простили миллиарды. Вас эта ситуация радует? Вы щедры душой для того, чтобы помочь братскому кубинскому народу, вечно дохнущему с голоду и живущему в таком климате, о котором мы только можем мечтать. А они все равно, гады, дохнут с голоду, и ничего мы с ним поделать не можем. Ну, мне кажется, здесь, конечно, в первую очередь волнуются проблемы нашего народа, нашей страны, и правительство, в том числе, должно войнавать они. То есть вы считаете, что наше государство должно отстаивать интересы своих граждан? А, абсолютно так считаю. То есть вы даже считаете, что первичная обязанность государства отстаивать интересы своих граждан? Знаете, я тоже так считаю, и самое интересное, что государство именно для этого и существует, чтобы отстаивать наши с вами интересы. И обратите внимание, как оно это делает. Когда нашего, даже неважно, хорошего или плохого бута, какие-то таиландцы ловят, заключают в обезьянник и сдают американцам, чтобы американцы его посадили на 200 лет, мы по этому поводу выражаем глубочайшую озабоченность. Вот нашего конкретно гражданина, причем не будем лукавить. Откуда у товарища Бута несколько лишних танков и самолетов, чтобы продавать по миру? Из кармана достал? Ничего подобного. С чьей санкции? И что мы делаем, защищая интересы этого гражданина? Мы выражаем глубочайшую озабоченность. А когда наших геологов в Анголе берут в плен, мы в течение трех лет пишем ноты протеста. Мы очень недовольны тем, что в Анголе кто-то обидел наших. Так, а что делают американцы, когда кто-то, например, наступает на хвост американцу? Несколько лет тому назад группа дедушек плыла на кораблике, причем они шли каботажным рейсам, порожняком, а дедушки были такие. Американцы, им всем было слегка по 65-70 лет. И вот откуда-то приплыла из моря океана лодочка с пиратами вьетнамскими. Это было там, на том театре действий. И взяли эту лодочку, экипаж оттуда прыгнул на кораблик, кораблик угнал. Так вот, деды успели единственное, что сделать, это подать сигнал СОС. Шестой американский флот устроил показательные учения. Он не просто взял этот остров и забрал своих, он этот остров вместе с пиратами сравнял с землей. И там одним островом стало меньше. Вот это была защита интересов граждан. А у нас вот колесо нужно от машины отвернуть, а кубинцам можно только самолетиками наградить. Мне тоже как-то это, вот знаете, Вячеслав, не нравится. Печально. Печально, но хотя, с другой стороны, может быть, что-то изменится. У нас есть же повод для оптимизма? Или у нас нет повода для оптимизма? Все меньше и меньше верится. А если на наш рынок придет новый шаран, будет же повод для оптимизма? Если совсем только маленький. Шаранчик? А в таком случае, пожалуйста... Маленький повод для оптимизма. А если туран? Нет, туран нет. Слишком он не похож на шаран. Не похож абсолютно. Ну хорошо. А Форды? С-Макс? Гелакси? Ну вот как... Может быть, Гелакси, да. Вот как вариант самый такой. Ну, на первом месте рассматриваю его. Но у него запаски нету. Вообще. Ни в каком виде. Даже докатки нету. Нужно гвоздем прибивать к крышке багажника. И очень нравится красная подсветка панели. Не нравится? Нет. Ну, вообще, с другой стороны, это особенность восприятия. Ведь Audi с тех пор, как перешла на красную подсветку, она всему миру доказала, что те, у кого она синяя, те дураки. Потом ойкнула, сказала, ой, простите, это у Volkswagen синяя, да? Ну, хорошо, тоже молодцы. Там, тем более же, регулируется по яркости. То есть, по глазам не так уж и сильно бьет. Зато в исполнении Титаниум. Вы же сидите, как в космолете. В Galaxy. И как он идет. И мотор у него какой. Запаски нет. Далеко опасно выезжать. Поэтому нужно докатку покупать. И проволокой колючей ее прикручивать, например, к крыше. Зато сидеть удобно. Спереди, сзади нет. А два места в багажнике, если у вас, не дай бог, со спиной какие-то трудности, вы не выдернете ни в коем случае. Ну, а по третьему ряду он тоже не Шаран, да? Galaxy далеко. Шаран удобнее. Шаран удобнее. И, что самое главное, там вот архитектура этих сидений, она кардинально отличается. У Шарана она лучше сделана. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Хотел сказать о том, что я здесь попытался как-то исправить ситуацию с нашими дорогами в Московской области. И написал все-таки письмо на тот момент еще действующему губернатору Шойгу. Да. Так. Отписку получили? Ну, да, конечно. То есть в августе это было произведено. Где-то в декабре я получил письмо о том, что были произведены работы на таких-то участках дорог и все такое. Но в целом, как бы, как ни удивительно, то, что после отправки письма где-то через неделю я вел какое-то движение на этой вот дороге, о которой я писал. То есть вы все-таки помогли нашей стране хоть чуть-чуть. За это вам, Дмитрий, спасибо. Потому что если благодаря вашей активности, пусть даже бумажной, но это тоже инструмент, на одну дырку в стране стало меньше, это все-таки позитивно. Ну, да, я, честно говоря, пытаюсь таким образом как-то воздействовать, потому что пытаюсь проявлять такую гражданскую активность. Ну, я не знаю, насколько это полезно, потому что, несмотря на то, что на эту отписку, дорога-то она, ну, может быть, стала лучше. Но по письму она стала удовлетворительным состоянием. А вот в нашей стране не могу понять, насколько, что такое удовлетворительно. У нас, Дмитрий, как вы знаете, мы единственная страна в мире, в которой есть государственный стандарт на глубину, ширину и длину дырки в асфальте. И недавно у нас ГОСТы были пересмотрены в сторону увеличения, теперь нам разрешено глубже падать и дальше корежиться. Поэтому удовлетворительное — это когда по ГОСТу, а по ГОСТу — это когда вся дорога в дырках. У нас стандарт такой, мы такое удивительное государство. — Да, при этом я на этой дороге в свое время улетел в Кювет, там эта дорога в Подмосковье, я не буду говорить между такими городами. — Дмитрий, отчего люди не летают? Смотрите, а вы улетели. Ну, вот видите, а вы же были печальны. — Нет, я улетел, потому что упало дерево причем. То есть вот упало дерево со стороны, получается, справа налево. И не было вариантов либо врезаться в ствол, либо какие-то пути, искать пути развития, там, события дальнейшие. В итоге, после этого я позвонил еще службу 112 и объяснил о том, что на этом участке дороги падают деревья, потому что шел липкий снег, и деревья очень широкие, расположены очень близко. В итоге, ну, как бы мое упрощение приняли, но при этом очень много водителей на этом участке дороги также попали в такие же неприятности, как и я. — Так, а судебная перспектива у вашего дела как-то обозначилась, нет? — Да вы знаете, я-то влетел тогда на машине ВАЗа Сан-14, и при этом, как удивительно, у меня не было никаких, ну, соответственно, каких-то дефектов кузова. Как потом оказалось, я пробил коробку, но это оказалось через несколько недель там, да? Вот. Соответственно, ну, конечно, связались сотрудники ГБДД, сотрудники ГАИ, там, сотрудники милиции местного, так сказать, района сказали, есть ли у вас к нам претензии-то. Да претензий, конечно, нет. Я говорю о том, что вы деревья, что-то с ними сделаете, либо чтобы они не падали, либо чтобы дорога была в нормальном состоянии, чтобы люди могли затормозить. — Дмитрий, Дмитрий, а они, знаете, почему вас спросили? Потому что у них обязанность предупреждать вас о состоянии дороги. И если там дерево, то инспектор должен был стоять, палкой махать и говорить, там дерево, он не обязан убирать, он обязан принять меры для того, чтобы вы безопасно проехали. Поэтому они вежливо спросили, а к нам претензий есть? Нет претензий никаких. Ну и замечательно, Дмитрий, лежите дальше на обочине. Перерыв на новости. На сегодняшний момент, на данную секунду времени, мой персональный телефон 6510996. Ну, кто хочет пообщаться со Слоняным, звоните. Александр на связи. Здравствуйте, Александр. — Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Задумался о покупке большого семейного автомобиля, такого как Infiniti PX-56. — Ух ты! — Можете что-нибудь рассказать про него? Ну и, конечно, не новый, там, годы с 2008-го. — Вы сейчас на чем, Александр, ездите? — Сейчас пока на Рено. — Меган. — На Рено. У вас, кстати, очень неплохой аппаратик. У вас Меган-то второй, небось? — Да, второй Меган. Но у него уже пробега 188 тысяч. — И как он, вас разочаровал? — Нет. — Ведь... — Ни разу, ни разу. — А у вас 1,4, 1,6? — 1,6 автомат. — Замечательная машина. Можно только порадоваться. Во-первых, она красивая. Спасибо Патрику Ликеману, который сделал настолько гармоничный автомобиль. А во-вторых, вот у меня под наблюдением была, например, такая же машина, как у вас. Она пробежала 268 тысяч на тот момент. Вообще без каких бы то ни было проблем. Александр, готовьтесь к тому, что вы, как маленькая черепашка, взгромоздите на себя здоровенный кунг от Галапагоской черепахи. И что самое неприятное, после француза эргономичного, логичного... Ну, не во всем. У Рено, там, конечно, пара приколов всегда есть. Особенно вот там по дворникам, по клаксончику. Но вы садитесь в здоровенную трехкомнатную квартиру, у которой нету тормозов. Потому что Infiniti QX56, особенно после европейца, первое, что вы будете делать, это сначала вы будете впадать в панику. У вас будет ощущение, что тормозов в принципе нет. Машина сделана по американскому канону. Американская машина, это машина, которая должна освещать фарами опушку соседнего леса, она должна не иметь руля и должна не иметь тормозов. Вот, в принципе, этот набор вы и получите. Если, конечно, ваш предшественник, испачкав несколько пачек с памперсами, не поменял уже тормоза. А вообще-то они подлежат апгрейду немедленно. Потому что QX56 остановить можно только при помощи очень громких ругательств, силой мысли, либо упорными тренировками. Тем более, в сравнении с Рено. Я именно поэтому и спросил, какая у вас сейчас машина. Потому что паника у вас будет до седых волос. Ну? А если смотреть как поле поднимать его? Ну, мультяшник, он неплохой. У него настолько широкий вариант по двигателям. У него один двигатель не равен другому. Но, поскольку я имею очень длинный нос от природы, я его, естественно, сую, в том числе, в соседний гараж. А у меня в соседнем гараже живет парочка таких вот самых фольксвагенов. У них у обоих дизеля. Дизеля разные. Оба двухлитровые. Один вообще не турбированный. Другой турбированный просто насмерть. И что приятно. Они оба свеженькие. Они оба на гарантии. И они оба не заводятся в мороз. Причем они не заводятся по парадоксальной причине. У них за ночь высасывает насмерть весь аккумулятор. На морозе. Новый. Вот. Новый автомобиль. Машину грузит на эвакуатор. Привозит к дилеру. Выходит мастер-приемщик. Берет бубен. Аккуратненько шаманит вокруг. Потом чик и заводит. Потому что машина в тепле. А в тепле она завелась. Виана таких вещей нет. У меня и под наблюдением есть специальный турбодизельный Mercedes Viana. Полноприводный. Да, он конечно дорогой. Но они бывают не всегда смертельно дорогие. Удивительно живой аппарат. Он за год пробежал что-то тысячи наверное 45. Хозяин у него к технике относится. Он с такой же беспощадностью как Штирлис к врагам Рейха. Ну и ничего живой он. Причем если вы хотите купить себе Mercedes. Вот вы не думали об этом. Ну как-то бац, послушали этого слоняна и решили. А может Mercedes. Есть такая штука, называется карточка Visa Infinity. Вот если у вас Visa Infinity, то вам дилер Мерседеса дает 9% скидки. Представляете, 9%? Вы покупаете машину за полтора миллиона, а он стиснув зубы говорит, Александр, ну какой же гад вам сказал про эти 9%? Ох, и отдает их. Испытываю при этом чувство ненависти к вам, как к своему дорожайшему покупателю. QX56 это машина из-под пижона, который взял ее для понтов. Ну, 8-го года. То есть он вот на ней 3-4 года покатался, потом ее скинул. Причем вы ее берете в обезличке, потому что он замучился ее кому бы то ни было впаривать. Ну да, я смотрю их просто в интернете, их очень много. Да, да, да. А машина тем более выгодная, она же из долларовой зоны. Туда же можно взять ее там с карфаксом, трехлетку притащить сюда, обращать на то, что она кому-то еще нужна. И идеологически-то она неплохая, а размер-то у нее завораживающий. Да, там 7 посадочных мест, ну просто у меня трое детей. Вот длина и тещи. Ну, а, то есть так много людей и даже тещи есть. Да, тещи обязательно. Вы идете в правильном направлении, но в 56-м они будут очень громко кричать, даже несмотря на то, что вы тещу спрячете в багажник, она дарется до вас, потому что ей будет так же страшно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. У нас на линии Арам. Арам, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей, добрый вечер. У меня был вопрос по машинам, по Мерседесу. Ну, с 2012 года очень хорошее предложение сейчас рекламируют, что у них скидки. Ешку продают или что? Ешку, да. Арам, ну, конечно. Ну, Арам, вы абсолютно в верном направлении идете. Берите, потому что, несмотря на то, что вы берете машину уже дорестайлинговую, и сейчас вышла новая внешность. Арам, вы будете ездить на этом автомобиле 3 года, 5 лет, и все это время вы будете ездить на Мерседесе. Да. И совершенно не важно, он чуть-чуть устарел, он совсем устарел, или он вообще не устарел. Совершенно право. Мой брат ездит на старой Ешке 2004 года. Он ездит на нем, ну, он брал годовалый, и до сих пор ездит, и не собирается даже продавать. Арам, у вашего брата не старый Мерседес, у вашего брата классический Мерседес. Да. И еще такую рептику я вам на сайте написал, насчет долгой Кубы. Я очень с удовольствием вас слушал. Что вы написали, Арам? Давайте, чтобы мы не зачитывали сайт, расскажите, что вы этого было. Я написал, что в свое время, в 2000-х, начало 2000-х, Армения, как стратегический партнер России, такой, наверное, единственный лояльный на Кавказе, была должна России 100 миллионов долларов. И вот так вот, за этот долг, программа называлась «Имущество за долг» или что-то в этом роде, Армения передала России в собственность, государству, пять самых таких стратегических заводов в Армении. Там завод по строению роботов, институт Мергеляна, если вы слышали про такое. И еще. И вот эти 100 миллионов долларов почему-то не смогли просить. А вот в Африке, там были несколько стран, скажем, Бурген-Фасов, там по несколько миллиардов каждому государству Россия смогла просить. Ну, вот тоже такая непонятная ситуация, потому что на каждом шагу, да, говорят, что вот Армения – это стратегические партнерства, там, вековая дружба и так далее. Но почему-то вот эти 100 миллионов… Да, да, вот причем посмотрите на меня, я как раз результат этой вековой дружбы. И тем не менее, если что, у меня тоже колесо открутят и скажут «Асланян, а что это ты должен нам левое заднее колесо?» Мы без этого левого заднего колеса, кстати, и магнитолочку, пожалуйста, тоже, да, и зеркальце. Знаешь, вот как раз вот троечок, зеркальце, вот то, что надо. Мы потом, если что, тебе вернем. Либо ты нам в три конца. Арам, я буду рад, если вы купите «Мерседес», потому что это очень правильный выбор. Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий. Алло, здравствуйте. Не стесняйтесь, расскажите. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот у меня есть 200 тысяч, и я хочу собирать рулетку на вторичном рынке. Отчаянный вы человек, но, с другой стороны, почему бы и нет? Да, получить я хочу большой «Универсал». Ух ты, большой. Я остановился на поиске «Вольво 940». Но поскольку у нас страна победившего седана, найти такую машину очень непросто. Вот сейчас подвернулось нечто другое под названием «Вольво V70» первого поколения. Ну да, более современная, причем она переднеприводная, поэтому на ней даже интереснее ездить. А 940-я, она же заднеприводная, на ней надо уметь еще. Но меня это мало пугает, если честно. Ну вот, единственное, что меня напрягает в «В70», это то, что там реализован полный привод на «Виско-Мувсе», а не на «Халдексе». Ну, это один из самых первых полных приводов «Вольво». Если не самый первый. Вы можете что-нибудь сказать про него? Плохое, хорошее. Ну и вообще про эту машину. Ой, вообще аппарат сам по себе неплохой. Полноприводную версию вы, я так понимаю, получаете из каких-то очень европейских закромов, потому что на наш рынок такие машины, если и приходили с большой осторожностью, то в единичных экземплярах. Она у вас случайно не Т5-ая, нет? Я не знаю, нет, не Т5-ая, там не 250 лошадей, а 190. Ну, вообще, уже теперь даже поздно говорить о том, какие конструктивные особенности были по молодости. Когда в песочнице эта детишка только играла, она была с невероятным потенциалом. С тех пор, как она вышла на пенсию и тихонечко ходит по двору с палочкой, рассчитывает на то, что она будет точно так же блистать, сверкать и переливаться, уже не приходится. 200 тысяч рублей за машину «В70», учитывая ее год, это подозрительно. Ну, на самом деле, там не длится, там побольше. Там должно быть сильно больше, потому что 200 тысяч – это цена машины, которая там уже под тридцатник по годам, а «Семидесятки» ей, ну, сколько, лет 15 ей должно быть, по идее. 99-й год. 99-й год, ну да, то есть вот она молодцом. Вы, если в состоянии, что называется, протестировать полностью ее и предвзято посмотреть, начиная от того, рваные пыльники у нее на приводах или нет, и заканчивая исполнительными механизмами, тогда вы получите ответ на вопрос, но от машины, а не от меня. Потому что гипотетически, сам по себе этот узел, он очень работоспособный. И когда «Вольво Обухов» и «Обухов Инжиниринг» получили вот подобный аппарат, они много чего в нем меняли и апгрейдили, кроме этого. Потому что, как реализован полный привод, по нагрузкам, которые он был способен на себе нести, они понимали, что претензий к нему не будет. То есть они шаманили там с двигателем, они измывались над подвеской, поднимали ей дорожный просвет, но не трогали никак, не вторгались абсолютно в систему полного привода. А «Обухов Инжиниринг» — это очень искушенные люди были. Они действительно мастера своего дела, и то, как они вторгались в конструкцию «Вольво», изумляло даже сам завод. Потому что некоторые решения, достигнутые нашими здесь и экспериментально угаданными, а потом практикой подтвержденными, шведы заимствовали с вежливого разрешения. Ну, вот на этом рабочая неделя, как ни странно, кончилась. До свидания, до понедельника.